Привет, это долгожданный VR. Ура! Аллилуйя! Небеса разразились, солнце пронзилось. Короче, отличные новости у меня для тебя. Дело в том, что я записывал этот видосик и не обратил внимания, что я записал вместе вот с этой штукой. Хе-хе, здоров, отец. Это курсор мыши. Короче, кто-то оба с радужки по полной программе, вот и всё. Поэтому этот курсор будет сопровождать тебя на протяжении всего видоса. Приятного просмотра. Сегодня у нас урок труда АСМН. И мы будем рисовать мелом. В прошлом видео мы этот мел ели пачками. Но сегодня мы будем использовать его по назначению. И я нарисую свой великолепный рисунок, который я называю волосатый дядька. Вот и всё. На этом видео подошло к концу. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Это очень важно. А я выпью свои лекарства. Короче, ладно, давай посерьёзки. В топку... В топку АСМР. Меня от него тошнит. Мы с тобой трудовик младших классов. Я не знаю, есть в младшем классе труды или нет. Я же вообще в школу не ходил. Я только детский садик закончил. Между прочим, с золотой медалью и красным диплоном. Ты понимаешь, к чему я кланял? Ты понимаешь? Красный диплон. Не диплом, а диплон. Диплон. Я до сих пор не знаю, что это такое. Но мне сказали, что я закончил детский сад с красным диплоном. И даже не показали, что это такое. Вот так вот. В общем, что мы делаем сегодня с тобой? Вначале мы выбираем древесину. Заказываем её. При помощи нашей росписи. Вот смотри, я расписался. И вот тут вот нам прилетела такая вот древесяка. Видишь, как я чётко заказываю? Экспресс-доставочка у меня. Дальше. Давай выберем вот такие вот доски. Обычные двоечки. Что за радость у меня? Древесины как гавы. Осматриваем с тобой доски, чтобы всё было ровно, гладко, без дырок, без сучков и без плесени. Ровные доски отправляются туда. К нашему столику. Понапривозили мне тут, понимаешь, древесины. Чувствую себя как Папа Карло. Сейчас буду Баратино строгать. Всё, с досками разобрались. Переходим к выбору вот этой фигни. Вот линеечка. Вот это запихать сюда можно? Нельзя, соль. Офига, мне сдался плотничий ремень. Ладно, всё в руках буду таскать. Так. На этот. Всё фигня. Это сленговое выражение. Я, как учитель труда, должен тебе объяснить. Калькулятор убираем подальше. Вот это всё, что я сейчас буду выбирать. Это называется инструмент. А на сленговом языке фигня. Вот подай фигню. Вот. Вон ту фигню подай. И вот эту фигню ещё подай. И, короче, вся фигня это нужная штука. Теперь переходим к рисованию. Вначале надо всё стереть. А то как же рисовать, когда тут какие-то иероглифы непонятные, нарисованные? Что за язык вообще непонятное? Во! Наконец-то губка заработала. На самом деле меня эти губки всегда бесили. Лучше тряпок нет никакого другого средства, которое стирает доски. Лучше бы использовали нормальные тряпки. Значит, переходим к чертежу. Прежде чем что-то сколотить и смастерить, нужно это нарисовать. Правильно? Потому что в уме такие конструкции невозможно держать. Поэтому их вначале рисуют где-то. Желательно с размерами. Короче, какая-то дичь получается. Подожди, надо это всё стереть. Стираем. О, господи! Дайте мне нормальную тряпку. В топку эти губки. Они только портят доску. Вся доска в каких-то белых пятнах. Ужас какой! Прямая линия. Ещё одна прямая линия вниз. Вниз. Ну ладно, кривенькая линия пойдёт. Потом вот так вот. Ага. Тут ещё одну фигню надо нарисовать. Вот похожую, как на левую фигню. И будет вообще чётко. Вот, да, вот, вот. По-моему, в мыслях я что-то такое представлял. Да. Или это импровизация у меня получается какая-то. Не знаю. Пока доску отстирал, забыл, что хотел нарисовать. Да. Старость она такая. А, чёрт, милок. Фигаече меня осенил. Да прикинь, как слово милок-то произошло. Кто-то уронил мел, сказал милок, и появилось слово милок. Надо это в Википедии записать. И здесь у нас ещё одна вот такая приблуда будет. Это... Как это называется, забыл. Короче, она ужесточит. Это не то слово. Жёстче сделать нашу конструкцию. Вот. Переходим к описанию нашей фигни. А фигня наша называется... Стул... И восклицательность, да, в конце. Вот. Стул. Мы будем делать сегодня с вами стул. А когда мы его будем делать правильно? 23 февраля. Сейчас я тут напишу. Февру. Февру. Хотя на самом деле сегодня 25. Пофиг. Пляшем. Февр. Пойдёт. Сокращение нормальное. Делаем стул. Погнали. Всё. Сейчас нужно взять досочки в руки. Которых у меня, собственно, нет. Ну, в смысле, рук. А, подожди. Вначале надо разгребсти стол. Он весь в каких-то досках. Кстати, можно сразу же одну доску вот сюда закрепить. Кого я вообще собрался учить? По-моему, сейчас обучение трудовика происходит. Я даже понятия не имею, как запихать её в эту штуку. Чтобы закрутить, зафиксировать. Вот эту штуку надо запихать в эту штуку и зафиксировать вот эти две штуки. И все эти штуки будут отлично штукироваться. Вот. Ну, я надеюсь, ты понял, да? Мой сленг. О! Всё, я зафиксировал вот эту штуку вот этой штукой. Теперь беру вот эту штуку. Нет, эта штука мне не подойдёт. Мне нужна вонтаж штука. Вот эта вот штука с жёлтой рукояткой, да. Вот. О-о-о! О-о-о! Ты чё такая громкая штука? С жёлтой рукояткой, а? Да ладно, ты не думаешь, что я совсем дебил? Я знаю, как эта штука называется. Это крутая штука. Инструмент. Хе-хе-хе. Да не, ну пила. Ну все же знают, что такое пила, правильно? Это крутая штука вообще. С-с-с-с-с. Ладно, хорош блистать своим умом. А то и так половина мозга опустошилась. Хе-хе. Говорю, реально какая-то. Короче, мы пилим вот эту штуку. Только я не знаю, как распилить, потому что чё-то она не пилится в виртуальном мире. Чёрт возьми, в реальной жизни я знаю, как пользоваться пилой, а в виртуальной я не знаю. А если левой рукой придавить вот так? Не, нифига. О! Кажется, я понял. Я п... Я... Подожди. Подожди, подожди. Я пилю! Такая радость, это капец. Доски пилятся. Деньги мутятся, хотел сказать, но не в рифму. Ускоряемся. Интересно, как это со стороны выглядит? Как я пилю невидимую доску? Еее! Я распилил первую свою доску в виртуальном мире. Половина дела у нас уже с тобой сделано. То есть мы половина чертежа воплотили в реальность. У нас есть с тобой ровные две идеальные досочки. Просто наикрутейшие. Остается только понять, ровно ли мы их распилили. Сейчас мы это попробуем сделать. Нет, так... Да. Походу... Нет. Так, доски. Пшли вон со стола. Вы мне мешаетесь. Вот так вот. Засучим рукава. Дело приобретает серьезный оборот. Вот я смотрю, здесь вроде ровно. А здесь... Да ладно, я скосил, что ли? Подожди, возьмем уголок. Возьмем уголок. Ёк, макарёк! Вот это косоглазие! Вот это я скосил! Ну ты видишь, ты видишь, сколько я там обрезал вообще не в ту сторону? В минус ушел! Подожди. Дай-ка карандашик. Карандаш должен исправить эту ёвину. Мы сейчас возьмем. Возьмем и... Так, понадобится уголок. Господи, мне нужно три руки. Я, кажется, не справляюсь. Три руки обязательно. Вот смотри. Мы скосили вот так. То есть надо теперь уголок положить вот так вот. Ага. И провести карандашом. Блин. Блин, вот это я скосил. Ты видишь, насколько я скосил? Так, проводим карандашом. Ага. Вот столько нам нужно еще отрезать. И тогда у нас будет ровное основание. Ё-моё. Да блин. Мой трудовик бы гордился мной. Офигеть. Я в жизни никогда не пользовался. Ну, когда в школе учился. Блин, я же говорил, что я детский садик так и закончил. Ну, короче, в детском садике на уроке труда. В язлях на уроке труда я никогда в жизни не пользовался уголком. Потому что у нас их не было. Значит, я сейчас это все дело отпилю. А, на весу нельзя. Подожди, надо это все прислонить. И вот так вот отрезать. Надеюсь, что я все по карандашу режу. Кто здесь ювелир? Я ювелир. Смотри, какая работа проделана. Все точно. Как робот все отрезал. Сейчас смотрим по уголку. И проверим. Ровно или нет? Ну-ка. Да ты глянь. Работа мастера, ё-моё. Кажется, все ровно получилось. А как же выражение? Семь раз отмерь, один отрежь. Хо. У меня вообще все с первого. А, нет. Обосратушки. Буквально там миллиметр скосил. Эх. Во всем виноват инструмент. Пойдем возьмем в анте еще две фигни. Уверен, что они исправят положение. Значит, вот эта фигня нужна. И вот эта фигня. Они точно исправят положение. Хлыбыч. Вот эта фигулина должна выровнять нашу ситуевину. Но... Вот ты посмотри. Ты понимаешь же, да, что в виртуальном мире не существует физики, не существует математики. Тут как получится. Поэтому... Надеемся на удачу, что в этот уголок зацепится за древесину. А он что-то не цепляется. Да что ж такое-то? У тебя же там есть за что зацепиться. Зацепись. Вот. Вроде зацепился. Да что ты будешь делать там? Помолиться, что ли, на тебя? Или как? Или что? Свершилось. Кажется, все держится. Съехала. Сейчас маты пойдут. Собака ты такая, а? У меня тут детская передача. Ты меня на эмоции выводишь. Скотобаза ты. Металлическая, деревянная. И вот так вот сейчас возьмем. Сейчас изоленту тебя привяжу. А если не будешь держаться, так вообще приклею нафиг на клеймомент. Вот так вот. Все, давай карандашиком. Пока все держится. Карандашиком. Давай, давай, давай. Ай, быстрей. Фух, да. Это было потно. Но я сделал. Смотри, 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 смотри. Все четко. Все сошлось. Все. Огонь. Просто перчик. Шикарно. Осталось теперь... Ну, то есть я одну сторону сделал ровную. Теперь нужно сделать вторую сторону ровную. Чтобы была симметрия. А то как ты будешь сидеть на кривеньком стульчике. Правильно же? Сейчас мы проверим симметрию. Да, ну вот, видим, да? Кривой угол. Блин, так это получается... У меня одна доска, короче, другой. И кривая она короче. Ситуация вышла из-под контроля. Я только что допедрил, что можно просто взять вот так вот две доски, скрепить их ровненько. Только у меня почему-то не крепится вот на эту фигню, потому что вся эта фигня, какая-то фигня полная. О, смотри, мы их сейчас скрепим. Зашибись скрепил. Там косо, тут криво. Наконец-то! Звезды сошлись в одной точке. Все. Я кажется, у меня все получилось. Я кажется, все получилось. Да. Русский язык забыл. Ровно. Идеалити. Теперь берем уголок. И все это нужно отмерить. То есть мы сейчас два зайца разом убьем. Смотри, все отмерим на двух досках сразу. И получится, что потом мы сразу распилим две доски и получим нужную длину на двух досках. Во! Видал, да? Башкат у меня еще шарит. Могу! Могу! Сейчас мы это все отметим. Ну вот. Берем, значит, пилу и фигачим. Не, ну я не знаю, как так вышло вообще. Вроде пилил две доски одновременно. А скрепил? Это нереально. Нет, ну в реальной жизни я бы так, ну не смог сделать вообще. Такое можно только в виртуальном мире замутить. Копец, мой мозг сломан. Ну вот, что имеем, собственно. Две кривеньких доски. Как бы я их не резал, они все равно будут кривые, косые. Поэтому одна-то сторона, она ровная, потому что я ее не резал. Поэтому все, что я не резал, оно ровное. То, что я отрезал, оно нифига не ровное. Кажется, наш урок подзатягивается. Я думал, все будет намного быстрее. В общем, сейчас мы с тобой мастерим верхнюю часть нашего стульчика. А именно седуха. Верхняя фигульна. На которой можно приземлить свою попец. Приземлить свою попец. Говорю, как огурец. Значит, вот, рижем. Рижем, рижем. Давай рижь быстрей. Нам нужно просто отпилить доску нужной длины. Чтобы наш стульчик был, ну, довольно широким. Потому что попец у нас тоже широкий. Вот, седуха есть. Проверяем на ровность основы. Ставим на стол. Если стоит. Да, оно стоит, значит, ровно. Ровно получилось. Притянь ровно. С первого раза отпилил. Ё-моё. Награду мне, пожалуйста. Хотя бы деревянную медальку. Ну, пожалуйста. Так, значит. Надо подписать вот эту верхнюю фигню, что это верхняя фигня. Так и пишем. Верх. Верх. Почерк, как у хирурга. Всё пучком. Жить будем. Херобора. Ну, ты видишь, что тут написано, да? Я сам не могу разобрать. Вот, значит, это верхняя фигня. Теперь нам нужно... Блин, а почему я говорил, что седуха? Нет, это нифига не седуха будет. Это будет средняя часть. Гвоздей мне. Гвоздей закажите. Мне гвозди нужны. Чем я буду? Пальцами, что ли, скреплять древесину, а? Гвозди мне, пожалуйста. Вот такие. Вот, спасибо. Прикольно. А вот это что за гвозди? О, маленькие. Нет, мне побольше надо. Эта фигня какая-то ненужная. Во! Во! О! Не, эту фигню можно выкинуть. Заберите, пожалуйста. А как забрать? Никак. Ладно. Имеем то, что имеем. Вскрываем гвоздики. Только надо определиться, какие гвозди. Поширше, подлиньше. Поуже, потоньше. Вот кто же их поймет, да? Доски у нас, в принципе, широкие. Поэтому давай возьмем вот эти вот гвозди, я думаю. Да, сейчас проверим. Стой вот так. Стой ровно. Ох, капец! Что за лего какое-то древнерусское? Сложить деревяшечки так, чтобы они не грохнулись. Ну, тут без клея вообще не обойтись. Как так можно гвоздь вбить вот в эту конструкцию? Вот серьезно. Подожди. Гвоздики мне дайте. Не, я, кажется, понял, как это все реализовать. Смотри, значит. Берем деревяшку. На нее сверху тоже деревяшку. Как бы две руки у меня уже заняты. В одной гвоздь. Вот я его беру. Подношу к деревяшке, которую я тоже держу. А молоток в какую руку? В ногу, что ли? Как вот мне это вбивать? Оно же сейчас все развалится. Вот смотри, пожалуйста. Все развалилось. Ну и как быть? А вот как быть. Мы сейчас берем доску. И вбиваем просто в нее гвоздь. Не до конца. Чтоб, чтоб, вот. Чтоб все у нас было по пенчу. Теперь мы этот гвоздик просто нанизываем вот на эту досочку. И вбиваем. И как бы должно быть огонь. Просто огонь. Ага, все правильно. Вот так вот нанизываем. Стой ровно. Не падай. Не падай, говорю. А то распилю нафиг. И вбиваем все это дело. Четко. Все получилось, но не до конца. Э. А что он не вбивается? Вредный гость какой-то попался. Ты посмотри. Вот скотинка, а. Если ты еще с него бьешься, я тебя выдерну. Давай сверху еще попробуем. Если не прокатит, то выдирать его надо. Не, бесполезняк. А вот в реальной жизни я бы его забил. Забил. Ладно, будем, значит, выдирать. У меня такое ощущение, что я этот стульчик делаю уже целую вечность. О, спасибо. О, я же говорил. Гвоздь паленый. Видишь, какой кривой. Вот выкидываем его. Я вспомнил про эту фигню, которая держит другую фигню, чтобы я мог освободить руки. Во! Мы сейчас вот так вот сделаем. Потом я беру доску. Подожди, а потом я возьму гвоздь. А молоток я чем буду держать? Что-то я не продумал. Черт, мой план опять рассыпается. Ох уж эти труды, а. Это тебе не математика и русский язык. Тут думать надо. Ну что? Ну тут по-любому надо гвоздик вбить. Не до конца. Как я первый раз пробовал. Только в этот раз надо, чтобы он не вышел с другой стороны. Сейчас попробуем. Короче, смотри. Так, подвиньтесь. Вбиваем, значит, гвоздец. Вот. И еще один удар. Ути-путички так аккуратненько его вбил, чтобы он не вылез с другой стороны. Да, все. Все годно. Он не вылез, а это значит, что сейчас мы его вобьем как надо. Давай, молоток. Выставляем вровень. Чтоб ничего не кривило, не косило. Все на глаз сделать, без линеечки. Глаз-алмаз, екарный. Вбиваем. Пофиг. Коса криво. Уже нервы сдают, е-мое. Давай, бей. Получилось. Кажется, да. Е-е-е-е. Ну, а за вторым-то гвоздем там уже всяко попроще. Там все зафиксировано. Вот. И вбиваем. Теперь делаем другую сторону. Но мы-то уже с тобой прошарены, да. Будет все намного проще. Нам нужно на глаз отмерить длину. Точнее, расстояние, на какое будет прибита эта доска. Потому что, если мы скривим, то у нас будет одна сторона выше, другая ниже. Поэтому все делается на глаз. В топку линейки. Мы уже поняли, что с линейками у нас только криво выходит. Сейчас мы отметим уровень. Вот, примерно где-то здесь надо вбить гвоздь. И будет все четко. И гвоздик раз. Пошел. И гвоздик два. Ну вот. Наш стульчик с тобой готов. Ой. Он немножечко у нас получился кривенький. Потому что все у нас на глаз. Но, в принципе, он сходится с тем чертежом, который я нарисовал. Мы сейчас тут все подобьем. И проведем тест-драйв нашему крутому стульчику. Все. Берем, значит, стул. Вначале попробуем его поставить. Посмотреть, будет ли он стоять. Ты что, падла? Давай вставай. Я же тебя нормально делал. Не позорь меня. Аккуратненько ставим. Вот, я же говорю, наш стол идеально. Стул. Мы стул собирали. Ну, похож на стол, на самом деле. Короче, смотри, я на него сел. Ну, вроде мы сидим. Он качается, конечно. Как будто я его собрал на соплях. Ну, ладно. Вроде все ок. Единственное, что меня не устраивает, это торчащие бочины. Нужно, нужно что-то как-то отрезать. Я тут, короче, вспомнил. Скамеечка-то моя, да? На ней никто, кроме меня, не должен сидеть. Поэтому мы пиваем гвозди в седуху. Это я подсмотрел, знаешь, где? Это вот, чтобы на забор не садились голуби или воробушки. Забор делают колючим. Вот я сейчас тоже лавочку сделаю колючей. Чтобы никто, кроме меня, не смог сесть. Хотя, блин, а как я-то тогда сяду? Я буду приходить и гвозди загибать. Вот таким вот макаром. Хоп. 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 И все, я могу сесть. Только молоток придется с собой постоянно таскать. Ну, и теперь доделываем бочины. Отрезаем их, чтобы они не торчали с двух сторон. Вот. Смотри, какая прелесть. Просто сказка. Элитная мебель. Заказывайте. Все сделано на совесть. Итак, детишки, надеюсь, что вы вынесли урок из нашего урока труда. Теперь я задаю домашнее задание вам. Чтобы вы смастерили. Смастерили. Мне. Кроватку. Она делается по такому же принципу. Просто она будет больше. Вот смотри. Мы убираем верхнюю часть. Делаем ее просто короче. Вот. И все. В принципе, кровать готова. Ты посмотри. Вот, пожалуйста, тебе кровать. Так что это твое домашнее задание. А еще не забудь поставить лайк этому видео и подписаться, если ты не подписан. Но на сегодня это все. Мне пора принимать таблетки и возвращаться в реальность. О, красненькая. 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 О, красненькая.